Когда Алена берет в руки камеру, секунды застывают и чарующие мгновения уже захвачены объективом камеры. И это не просто коммерческое увлечение. Фотография, как хранитель истории, всегда присутствовала в жизни девушки. Я не пришла к фотографии. Фотография идет по жизни рядом со мной. Мой дедушка любил фотографировать. У нас, у моих родителей, у родителей моих родителей, у каждого есть свой семейный фотоальбом с фотографиями, где они от младенчества и вот до этих лет. Мой папа любит фотографировать. Он в свое время в университете был лучшим фотографом. Он пытался меня учить снимать на свой зенит. Мы вместе занимались проявкой его фотографий в красной комнате часами. Но на тот момент я, наверное, психологически не созрела, чтобы понять, что фото это вот прям мое. Ценность отцовских наставлений Алена осознала не сразу. Множество увлечений проходило через жизнь девушки, поэтапно оказывая влияние на творческое становление будущей фотографини. Однако снимать она не прекращала. И как сегодня с умилением вспоминает свой первый фотоаппарат. Мой первый личный фотоаппарат – это пленочный Олимпус. Мне его подарил папа, когда я закончила школу. Я тратила километры пленок, фотографировала все, что я вижу, бежала проявлять. Тогда зимы были более снежными, фотографии были более нарядными. Я фотографировала на пленку до тех пор, пока у меня не появилась первая цифровая мыльница. А потом у меня появилась более крутая мыльница. Потом у меня появилась беззеркалка. Потом, имея беззеркалку, года четыре назад я чувствовала себя неуютно рядом с фотографами с большими фотоаппаратами. И я решила поменять свою беззеркалку на большой фотоаппарат. И вот однажды девушке поступило то самое предложение, которое, возможно, и вывело жизнь на новый этап, позволив лучше осознать свои возможности и по-новому взглянуть на фотографию как на вид профессиональной деятельности. Меня очень попросили совершенно незнакомые мне люди снять их семейное мероприятие. Я переживала, боялась, что у меня ничего не получится. Но у меня получилось, меня похвалили. Это дало мне такой стимул продолжить. И как работает сарафанное радио, знакомые знакомых стали меня рекомендовать. И вот таким образом я плотнее занялась съемкой людей. Я люблю фотографировать. Я люблю фотографировать все. Город, людей, детей, животных, еду. Я очень люблю фотографировать еду. Сегодня Алена уверенный пользователь фотоагрегата. Выездные и постановочные фотосессии, свадебные съемки. Всегда и везде прекрасные кадры находятся под чутким наблюдением фотоохотницы. Но главная цель – эмоции, неподдельные, живые и вдохновляющие, признается фотографиня. Я люблю фотографировать семьи, их эмоции, поколения, матерей, дедушек, бабушек, детишек. Вот это мне ближе. И чем студийную съемку, я предпочитаю на улице, в парках, в горах, на море. Творчество нестатичное, и человек, посвятивший себя искусству, неустанно растет и развивается. Такая динамика нередко сводит между собой единомышленников, в очередной раз вдохновляя и позволяя разглядеть новые грани фотоискусства. Иногда мы собираемся просто, чтобы выпить чашку кофе, отдохнуть от заказов, посмотреть друг на друга. У меня такое круг общения, что девочки, с которыми я близко общаюсь, фотографы, они из разных городов. Вот для нас целое событие собраться вместе, там 10 человек из 10 разных мест. Вот так собраться, посидеть, это очень-очень приятно. Иногда даже думаешь, может быть, я ничего нового не узнаю, но что я могу еще нового узнать? Идешь за вдохновением, за каким-то творческим пинком. Ты слушаешь человека, который приехал с другого края, у него свое видение, свой взгляд. Ты приходишь домой, начинаешь переосмысливать услышанное, начинаешь по-другому смотреть на фотографию. У тебя немножко корректируется подход к фото, к клиентам, к фотоаппарату. Это полезно, это нужно. Сколько бы ни было съемок, но каждая фотосессия всегда волнительна, как первый день в школе. Новые герои, новые задачи и новые возможности. Каждая фото проходит критический анализ, но свои самые лучшие кадры я делаю во сне, делится Алена. Бывают фотосессии более рядовые, бывают более ответственные. Если что-то для меня в новинку, первый раз я, честно говоря, плохо сплю. Перед этим днем мне во сне снится, как я фотографирую, как у меня не получается, как у меня ломается фотоаппарат. Страшный сон фотографа, никому не пожелаю. Вы знаете, что такое шум на фотографиях? Наверняка знают все вот эти белые мухи. По идее шум фотографии не портит, если эта фотография имеет какую-то задумку, несет какой-то смысл, то шум большой роли не играет. В общем, мне приснилось, что на моих фотографиях есть золотой шум. Я пошла их распечатала, и у меня фотографии с золотым шумом. Я бы хотела очень в реальности такие фотки в руках подержать. Иногда у меня случаются творческие кризисы, как и у всех, когда хочется просто бросить фотоаппарат и не трогать его вообще. А потом идешь по улице и видишь раз. Это был бы шикарный снимок. И ты бежишь домой за фотоаппаратом, возвращаешься в это же место и делаешь этот шикарный снимок. Свои мечты и планы на будущее Алена пока оставляет в секрете. Очевидно лишь, что это будет незабываемым. Не упустите и вы этот грандиозный момент. И, возможно, однажды ваши снимки будут носить имя знаменитого фотографа. Светлана Черемесинова, Алексей Колесников. Новости Каспи-ТВ.